Знаю. Давайте на самом деле я представлюсь, потому что наверняка на сегодняшней нашей презентации будут присутствовать гости, которые еще не знакомы со мной. Меня зовут Олеся Селезнева. Я являюсь сапфирм-мастером в компании Армель и живу я в городе Оренбург. На самом деле бизнес мы строим совместно с моим супругом Владимиром Селезневым. И это еще одна дополнительная такая возможность, которую дает компания. Но речь сегодня не об этом. Да, добрый вечер. Здорово будет, если вы будете писать из каких вы городов. Мы посмотрим на нашу обширную географию. И, конечно же, первое, что я хочу сказать, сегодня мы будем говорить о возможностях, которые есть сегодня абсолютно у каждого человека в каждом доме. Только есть один вопрос. Примите ли вы эту возможность сегодня сами себе? Откроете ли вы свое сердце, свои уши, свои глаза? И готовы ли вы рассмотреть эту возможность? И, конечно же, в первую очередь наша сегодняшняя презентация, наше сегодняшнее мероприятие, оно организовано именно для тех людей, которые, возможно, впервые готовы услышать эту информацию. Либо, может быть, вы слышали уже от того человека, который вас сегодня пригласил, и у вас появилось желание более подробно разобраться в этой ситуации. Поэтому, если есть у нас в чате сегодня гости, покажитесь в чате, дайте от себя какой-нибудь сигнал или плюсик, или пятерочку поставьте, и мы вас поприветствуем в чате, и, конечно же, наша сегодняшняя информация будет в первую очередь для вас. Вот, тем временем вы пишете, что вот и Самара, и город Рыльск. Честно говоря, Сергей, я даже не представляю, где находится такой город Рыльск. Вот, Краснодарский край. Здорово! Посмотрите, какая у нас Саратовская область, Ессентуки, Казахстан у нас сегодня присутствует. Здорово! То есть мы уже объединяемся не просто городами, Нур-Султан! Как здорово видеть Казахстан на сегодняшней нашей презентации. Всех-всех-всех рада видеть. Наполняется комната участниками из Воронежской области. Привет! Супер! Отлично! Ну и давайте постепенно будем переходить к сути нашего сегодняшнего вебинара. И еще раз повторюсь, мы будем с вами говорить о возможности, которую можно рассмотреть сегодня. А можно сказать, а, да, опять, наверное, это вот что-нибудь похожее на энную компанию. На самом деле вы правы. Может создаться такое впечатление, что это я уже от кого-то слышал, да это не ново, да вот у моей соседки Глаши ничего не получилось. Ну и, наверное, это впустую потраченное время. Но, знаете, основываясь на своем жизненном опыте, а он у меня действительно в этой индустрии имеется, я могу сказать, что если всегда мы стоим перед выбором, да, вот в жизни у нас всегда есть выбор. Там, я не знаю, поужинать, не поужинать, сходить посмотреть фильм или нет, поехать в отпуск, не поехать, купить там новый телевизор, не купить, согласны? И если мы примем, да, какую-то информацию, возможно, у нас что-то изменится. А если мы не примем, да, какой-то сигнал, какую-то информацию, ничего в жизни и не поменяется. Так вот вы всегда на весы ставьте. А что будет, если я попробую? И что будет, если я не попробую? И всегда есть такой момент, а вдруг получится, а вдруг это та самая вот десяточка, да, то самое предложение, которое я искал или искала. И поверьте, то, о чем мы сегодня будем говорить, это, в принципе, подходит абсолютно каждому человеку. И согласитесь, что мы сейчас живем в такое, я не люблю говорить сложное время, нестабильное время, каждое время имеет свои плюсы и минусы, и финансовое благополучие, оно по большей степени зависит от нас самих, да, насколько мы умеем вовремя сориентироваться в ситуации, подстроиться под новое время. И я не считаю, я искренне это говорю, что сейчас какое-то сверхсложное время, да, оно неординарное, мы с вами находимся в интересной ситуации, да, жизненной, но, тем не менее, это всегда время возможности. Вот кто как подстроится под сегодняшнюю ситуацию, почему некоторые люди в кризисные времена становятся миллионерами, да, потому что они просто принимают эту позицию, либо они свое мнение на ситуацию меняют, не просто ноются, что вот, там, все плохо, там, государство такое-сякое и так далее, они просто берут всю ответственность на себя. И вот, в принципе, то, о чем мы сегодня будем говорить, это та возможность, которая доступна абсолютно каждому. Вопрос, возьмете вы ее себе или нет? Галин, я видео сегодня не включаю, потому что у нас будут слайды, на которые можно будет ориентироваться, вот, поэтому видео, в принципе, и нету. Если вы меня слышите отлично, вам этого будет достаточно. Итак, смотрите, когда нас что-то не устраивает в финансовой ситуации, мы именно будем сегодня говорить в первую очередь о возможности дохода, да, то мы что можем с вами вообще, в принципе, предпринять? Ну, вот, первое, если не брать во внимание, что вас пригласили на презентацию Армейль и вообще не связывать со словом Армейль и бизнес, просто что мы, в принципе, вот, простой человек, которому не хватает денег, ну, я не знаю, чтобы, там, покрывать какие-то свои расходы. Что мы обычно предпринимаем, да? Самый простой и проверенный способ – это устроиться еще на одну работу. Но скажите мне, пожалуйста, друзья хорошие, кто пробовал устраиваться на вторую, на третью работу, и как вам это помогло выйти на стабильный результат, который бы вас устраивал? Потому что вот пока вы пишете, в моей ситуации это приводило к тому, что денег я больше, ну, может быть, на чуть-чуть больше я зарабатывала, но при этом я либо не имела вообще своего свободного времени, либо я просто уставала как лошадь и не способна была больше в жизни ни на что. Но, друзья мои, ведь согласитесь, мы же живем не только ради работы, да? Мы хотим иметь семьи, мы хотим отдыхать, мы хотим путешествовать, и жизнь, она не может проходить в работе, да? И, как правило, вот Сергей пишет, никак, я совершенно с вами согласна, спасибо вам за обратную связь. Совершенно верно, потому что мы не решаем проблему, устраиваясь на вторую и третью работу. То есть это, в принципе, не выход. Это, я бы сказала, еще больше загонять себя вот в эти вот красиные беги. Красиные бега, прошу прощения. Следующий момент, да, что мы можем сделать. Ну, многие думают, а освою-ка я новую профессию, там, либо новое ремесло. Вот я была юристом, к примеру, и сегодня начну, там, не знаю, заниматься наращиванием ногтей, да, или наращиванием ресниц. Вот женщины меня поймут. Ну, мужчины что могут, там, не знаю, открыть какой-то бизнес, связанный с ремонтом машин, да, я не знаю, шиномонтаж, открыть и так далее. Но мы с вами понимаем, что это, во-первых, нужно время на обучение, в первую очередь, новой профессии, да, это, как правило, вложение времени и денег. Второй момент. Здесь вот у нас перекликается, да, освоить ремесло и организовать бизнес, потому что, ну, кто-то думает уже о каком-то малом бизнесе, открыть, допустим, ту же студию или тот же салон, набрать туда специалистов и вот закрутить бизнес. Но скажите мне, всегда ли эти вложения могут быть оправданы? Есть такие моменты, как, а пойдет, не пойдет ли бизнес, да, а будет ли, допустим, вот конкретный автосервис вот в этом районе пользоваться спросом? А может быть, тут живут бабушки, дедушки, у которых, ну, например, нет машины и сюда никто не будет ездить. Или если мы станем маникюрным мастером, а где мне брать клиентов, да, то есть нужно сначала клиентов наработать, нужно закупить кучу оборудования и так далее. То есть это идея, но идея связана с большими трудозатратами и, самое главное, финансовыми затратами. Вы со мной согласны? Да, вот Сергей опять впереди планеты всей отвечает, что да, не всегда. То есть не всегда мы можем быть уверены, что бизнес пойдет. И на самом деле сейчас очень много предпринимателей в традиционном бизнесе, которые имели бизнес, который уже приносил деньги, да, и сегодня они находятся в очень плачевном состоянии. Особенно, вот я знаю, пострадал ресторанный бизнес. То есть у меня есть прям реальные примеры, когда люди буквально выживают, выживают, чтобы там сохранить рабочие места, чтобы не закрывать там кафе или ресторан, да. Поэтому еще один из вариантов, откуда можно начать зарабатывать деньги, это их инвестировать. На самом деле здесь тоже довольно-таки скользкая тема по поводу инвестиций, потому что сейчас очень много есть сомнительных проектов, которые вам говорят, вложи 100 рублей, получишь миллион. Но здесь достаточно просто разбираться в системе, откуда берут эти деньги. Конечно, на халяву хотят прийти многие, и это гораздо проще вложить 100 рублей, получить миллион, нежели рассказывать там о каком-то продукте, понимать, да, каким образом этот продукт можно продвинуть и так далее. Это, конечно, проще. Но всегда нужно задумываться, а что получат те деньги, которым я вот скажу, вложи 100 рублей, получишь миллион, да. Если они не получат миллион, ну, как я буду выглядеть в их глазах? Как правило, эти проекты, они держатся там год-два и нарушатся, как мыльный пузырь. И есть другой момент инвестиций. Это действительно интересные проекты. Чаще это связано с недвижимостью, да, либо с какими-то грамотными финансовыми портфелями. Но для того, чтобы вкладывать, например, в жилье и уже иметь, допустим, доходную недвижимость, для этого нужны изначально деньги. Вот я могу сказать, что наша семья занимается бизнесом с компанией Армель пять лет. И за пять лет мы приобрели четыре объекта недвижимости, и это были заработанные деньги в компании. И эти объекты мы именно приобретали с целью инвестирования. Вот это, я считаю, самый классный момент, и я готова об этом просто кричать людям, потому что это действительно возможность, когда вы без каких-либо огромных вложений, о которых мы сейчас говорили, да, без рисков. Ну да, это тоже бизнес, которым нужно заниматься, и это требует времени. То есть это не халява, это не лохотрон, но это действительно возможность для людей, которых что-то не устраивает, которые что-то хотят поменять, без больших рисков и вложений начать новое дело и получать доход. Это действительно реально, потому что я сегодня перед вами говорю, я ничем не отличаюсь от вас. У меня, слава богу, да, там два глаза, две руки, две ноги. Я обычная рядовая мама, жена, у меня двое детей, и у меня там не семи, а пяти во лбу. И когда мне сделали предложение, я находилась, можно сказать, в декретном отпуске, и, конечно, я для себя видела именно что, воспитание детей по большей степени, но в то же время жизненная ситуация была такова, что деньги были нужны по зарез, как говорят, да, там по самые гланды. И действительно, когда находишься в поиске, ты понимаешь, что какая-то возможность приходит. И я могу сказать, что я не сразу ее рассмотрела, о чем сейчас, в принципе, очень сильно жалею, но, наверное, так устроена психология людей, что мы все сначала воспринимаем в штыки, нам кажется, это каким-то странным, избитым предложением и так далее. И здесь, на самом деле, вот просто мой искренний совет. Вы просто доверяете тому человеку, который вам дал информацию. Если вас что-то смущает, то лучше просто задать вопросы и разобраться в данном предложении, потому что на любой вопрос есть ответ. И если вы услышите для себя адекватные ответы, уверенно, вы примете это предложение, по крайней мере, попробуйте. И вот когда-то, когда у меня не было особой идеи, как я могу с двумя детьми и с огромным минусом в кошельке открыть какой-то свой собственный бизнес, у меня не было опыта и навыков в предпринимательстве, вот тогда я решила, почему бы нет. И когда я попробовала, я увидела реальные деньги, когда, извините, женщина, находясь в декретном отпуске, на второй месяц сотрудничества с компанией, приносит в дом порядка 100 тысяч рублей, ну, здесь уже не нужно говорить, здесь уже и муж обратил внимание и сказал, слушай, давай разбираться и давай уже этот бизнес строить вместе. Интересно вам, друзья мои, не скучно? Так вот, что мы, в принципе, сегодня хотим вам предложить? Мы хотим предложить вам бизнес в партнерстве с российской крупной компанией Armel. Это российский бренд, это не просто, как некоторые говорят, там, да, парфюмерная компания, это большой мульти-бренд, который сейчас просто врывается в наши дома, в наши семьи, и большой плюс, что нам еще пять лет, и, в принципе, это время возможностей. То есть, вот смотрите, когда мне сделали предложение, компании было меньше года, а это срок, когда, в принципе, вот в первый год, почему большие риски, да, очень много компаний вообще, в принципе, уходит с рынка. И, конечно, меня посещал вопрос, а не зря ли я вот сейчас начну вкладывать, да, свое время, силы, а вдруг эта компания вообще там через год уйдет? То есть, вот сейчас, друзья, вообще не возникает вопроса, будет Armel или не будет. Armel развивается и развивается просто львиными шагами. То есть, помните, когда я начинала говорить, я говорила о том, что очень важно уметь подстроиться под время. Так вот, компания Armel, она настолько современна, молодежна и перспективна, что как раз-таки она сумела вовремя подстроиться под сложившуюся ситуацию. И наряду с тем, как мы видим, компания банкротится, мы развиваемся настолько, что мы можем позволить нашим клиентам, нашим дистрибьюторам бесплатную доставку до дверей. Представляете, как это круто? То есть, логистика развивается с учетом интересов именно конечного потребителя. Сейчас очень многие переходят на онлайн-покупки, и опять же, компания создает такие условия, что людям это очень интересно. В чем задача? То есть, вы обратили внимание, что я сказала вам о том, что все риски, в принципе, и всю закрутку вот этого процесса компания берет на себя. То есть, мы и говорим именно о бизнесе в партнерстве. То есть, есть компания, и есть человек, который за продвижение данного бренда, он получает определенный процент. В этом есть очень большой интерес многих людей, которые станут участником данной системы. Немножечко я забежала вперед, начала вам уже рассказывать, каким образом здесь можно заработать. Чуть-чуть вернусь назад. Сказала я вам о надежности компании. То есть, вы можете быть уверены, что компания только развивается, и сейчас просто вот самое-самое время ворваться вот в эту волну развития. Вот. Ой, прошу прощения, у меня ушли слайды. Вот, вернулись. Следующий момент. Мы работаем с очень интересными, перспективными направлениями. И я не перестаю говорить о том, что Armel – это тот бренд, который подходит абсолютно всем. Почему? Потому что, вот смотрите, у нас сегодня в аудитории есть и мужчины, и женщины. Уверена, что мы собрались там разного возраста, разных профессий. Но почему же вдруг бренд Armel будет интересен всем? Если я сейчас вас спрошу, неважно, мужчина вы или женщина, вы сегодня утром пили кофе? Вот интересно, вы сегодня утром пили кофе? Давайте посмотрим в чате, кто пил сегодня кофе. Вот лично я выпила сегодня несколько чашек с утра. Вот Сергей, да, ответил, конечно, пил. Анар – я. Вот. Уверена, что сейчас кто-то из девушек. Галина ответила, да. То есть, понимаете, это продукт, который одинаково употребляют, как мужчины и женщины. И согласитесь, ни мужчине, ни женщине не стыдно работать с таким классным, с таким эмоциональным, с таким вкусным продуктом, как кофе. Это отличная ниша. Кстати, может быть, вы не знаете, но кофе – это второй рынок после нефти. Представляете? Если вот не брать во внимание, что у нас есть еще пять направлений, то только на одном кофе можно прекрасно зарабатывать. Согласны? Но помимо такого классного продукта, как кофе, у нас есть парфюмерия. Кто пользовался сегодня парфюмерией, выходя из дома? Я лично пользовалась. Мой супруг пользовался. Больше того скажу, когда я захожу в лифт в подъезде, я слышу, что здесь проехал человек, на котором был нанесен парфюм. Я муж-сын. Замечательно. То есть, смотрите, опять, это тот продукт, который нужен практически в каждую семью. И это тот продукт, о котором не нужно говорить, что он тебе нужен, в отличие от волшебных пилюлек, таблеточек, от которых человек сразу в принципе не поймет результата. А второй момент, еще нужно убедить его, что ему это нужно, и готов ли он будет купить. То есть, меня вот лично привлекло, и что я вам сейчас пытаюсь донести, это легкий эмоциональный продукт. Как я люблю говорить, это бизнес одного пшика. Если человек мне говорит, я не пользуюсь, допустим, парфюмерией, ну, по причине, не знаю, там, аллергии, хотя это тоже спорно, аллергии на парфюм не бывает, бывает аллергия на какой-то определенный компонент, но тогда я смело могу сказать, окей, давай тогда попьем кофе. Когда мы встречаемся с человеком, пьем кофе, я обязательно расскажу о парфюме. Если человек мне говорит, что он страдает аллергией, так я ему чисто от души порекомендую экопродукцию, с помощью которой он будет нормально мыть посуду, у него не будут чесаться руки, слезиться глаза, понимаете? То есть это настолько классный продукт, и вот, в принципе, я, наверное, уже много о продукте сказала, но вот на следующем слайде вы видите, что отдельное направление – это парфюмерия. Она представлена различными коллекциями, флаконами, которые имеют унифицированный вид и одинаковый объем. Но вот вы пишете, все члены семьи, пять человек пользуются парфюмом. То есть, представляете, это неимоверная просто чаша, которую можно наполнять, наполнять, наполнять. Следующее направление, о котором мы уже проговорили, это без сомнения потрясающий кофе, причем как и в дриппакетах, так и в зернах. И огромный плюс, что здесь содержится грипп рейш. Вот, кстати, это сегодня очень актуально, когда мы пьем и так продукт, который бы пили, но вместе с тем мы еще и оздоравливаем организм, потому что здесь находится очень ценный и полезный грипп рейш. Вот, это направление бьюти, кстати, тоже потрясающее направление, потому что во все времена, какие бы кризисные времена не были, люди хотят быть молодыми, красивыми и здоровыми. Поэтому вот направление wellness и красота, они всегда развиваются. А если мы еще предлагаем классное соотношение цена и качество, это, ну, прям бомба двойного действия, да? Вот, и продукция эко, да, товары для дома, фо-хоум, это вся линейка по уходу за домом. Мытье посуды, универсальное моющее средство, шикарные гранулы для устранения засоров, средства для стекол, для стирки, ну, все, что нужно, опять же, в каждый дом, в каждую семью. Просто наша задача с вами – доносить людям информацию о продукте, знакомить их с продуктом и давать человеку выбор. Вот ты можешь ходить в обычный магазин, покупать за такую-то цену, переплачивая системе, да, в которую ты берешь, а можешь пройти регистрацию, да, пользоваться классным продуктом, премиального качества, уже экономить, и плюсом ты можешь еще заработать. И вот мы с вами плавненько подобрались к тому, на чем же мы, да, можем заработать. На самом деле в компании «Десять видов дохода» моя задача не рассказать вам сегодня подробно про каждый вид, не загрузить вас цифрами, расчетами и так далее, а просто дать понимание, откуда же берутся деньги. Смотрите, на самом деле очень потрясающая система. Чем больше я в ней нахожусь, тем больше поражаюсь, как классно, что ее создали. Видели, наверное, на одних из первых слайдов была такая фраза «сбалансированный маркетинг-план». Это одно из преимуществ, о котором мы сегодня говорим вам. Что же такое сбалансированный маркетинг-план? Это тот баланс, когда заинтересована любая группа людей. О какой группе людей я, в принципе, имею в виду, да, вы сейчас поймете. То есть, смотрите, не все же люди рассматривают сразу компанию как бизнес. Кто-то начинает пробовать продукт и через продукт понимает, что да, классный продукт, я готов ее рекомендовать, начинают рекомендовать и вдруг видят, что в кабинете появляются деньги. Либо они просто начинают продавать этот продукт и тоже получать быстрые деньги. Но, опять же, повторюсь, кто-то начинает просто сам пользоваться. И вот этой категории выгодно пользоваться, потому что у нас есть такой классный бонус, он называется «сейл-бонус». То есть это возврат, грубо говоря, кэшбэн, модное слово, от того товарооборота, который вы купили. То есть, грубо говоря, вы купили на 10 тысяч рублей, а магазин вам сказал «слушай, за то, что ты сделал покупки, я тебе начисляю 600 рублей на карту деньгами. Пожалуйста, ты у нас такой привилегированный покупатель». Классно? Классно. Если человек начинает продавать продукт, он получает прибыль от прямых продаж. То есть человеку выгодно, он мало того берет продукцию, он получает возврат, плюс он получает еще деньги от прямых продаж. Купил за одну стоимость, продал за другую. Разницу оставил себе. Третий момент – это бонус за привлечение людей. То есть когда мы начинаем уже делиться идеей, то есть нам понравился продукт, мы увидели, что он пользуется большим спросом, и мы что? Мы начинаем просто искренне рекомендовать. Человеку нужно дать право выбора. Мы рекомендуем ему новый магазин, рекомендуем интересную такую стартовую паточку. Чуть позже на слайдах вы ее увидите. И, соответственно, вы получаете рекрутинговый бонус. Я, наверное, буду слайды переключать, потому что я достаточно подробно рассказываю об этих бонусах, чтобы вы видели наглядно. Вот вернемся чуть-чуть назад. Прибыль партнера от прямых продаж – это примерно от 500 до 1000 рублей. Соответственно, вы, прошу прощения, можете умножать это на 2, 3, 5, 10 флаконов, если, как вот люди пишут, 5 человек пользуются парфюмом. Вам просто необходимо 2 семьи, которым понравится парфюмерия Arme, и вы будете их обслуживать на регулярной основе. Вот вам 10 флаконов. И вы уже можете зарабатывать больше 5000 рублей в месяц плюсом к вашим основным доходам. Здорово? Ну, я считаю, что здорово. Для кого-то это большое подспорье даже на закрытие каких-то кредитов, на закрытие ипотеки и так далее. В первый месяц я на парфюме 6000 заработала. Классно, Елена. Я, кстати, помню тоже, что я в первый месяц заработала первые 6000, и для меня в декретном отпуске показалось это, ну, таким весомым плюсом в семейный бюджет. И я просто начала больше действовать, и на второй месяц я уже заработала 100 тысяч рублей. Но это, естественно, не только с продаж, это по большей степени именно от других бонусов, но это реально. Это реально. Я тогда подумала, на какой работе я могу увеличить во столько раз свой доход. Вот опять же пример сейл-бонуса, то есть тот самый кэшбэк, который нам возвращается за личное потребление от 100 баллов 10% свыше 215. И вот здесь на расчетах видно, что мы можем вернуть от 600 рублей до там 2000 и более. То есть, понимаете, вы и так получили продукт, получили продукт по выгодной цене, а вам еще плюсом вернулись деньги. Но круто! Это не только экономия, но это уже и доход. То есть это категория умного покупателя. Согласны? Следующий, вот как раз-таки рекрутинговый бонус. Вы получаете 500 рублей, если рассказали другому человеку о возможности, помогли ему зарегистрироваться в системе, и он тоже стал активно пользоваться продуктом. Следующий бонус – это профит-бонус, то есть бонус за качественный запуск новичка. То есть когда человек не просто прошел регистрацию и, допустим, взял папку и больше ничего не попробовал, это человек, который начал элементарно просто взял себе продукцию на 35 баллов. Что такое 35 баллов? Чтобы вы понимали, что это не какие-то миллионные вообще вложения, это порядка 4-5 тысяч рублей. Ну, согласитесь, все мы с вами ежемесячно тратим деньги на какие-то такие бытовые нужды. Тот же там стиральный порошок, моющие, мыльно-рыльные, шампуни, зубные пасты. Так вот 35 баллов – это минимальный набор. Это может быть, знаете, там парфюм, пачка кофе – это уже там порядка 13 баллов, и остается баллов там 20-22. Опять же там гель для стирки, средства для посуды, пару шампунь, гель – все. Это то, с чего вы просто начинаете пробовать. Так вот, когда вы человеку объяснили это, рассказали, какая продукция есть, чем он может пользоваться и почему ему выгодно брать именно в этом магазине, вам за каждые 10 баллов начисляют 100 рублей еще доход. Но здесь есть ограничения, не больше 500 рублей. Я думаю, что вы здесь все грамотные люди и понимаете, что это не бездонная дочка, бочка. Если бы с каждых 10 баллов платилось там по 100 рублей, то просто бы люди не зарабатывали, это был бы мыльный пузырь. Здесь абсолютно легальная, продуманная, просчитанная система, которая уже приносит результат не один год, это года. Слава богу, сейчас все больше людей понимают, что MLM-индустрия – это действительно индустрия, которая себя зарекомендовала, и здесь есть деньги. Именно из MLM-индустрии выходят долларовые миллионеры. Я думаю, что здесь комментарии просто излишни. Да, мы можем сомневаться, критиковать и так далее, но факты говорят за себя. Получила вчера бабочку, ароматы просто бомбы. Галин, супер! Мы поздравляем вас, во-первых, с тем, что вы новичок, вы приняли правильное решение, еще очень классно, что вы довольны продуктом. С этим бонусом, надеюсь, тоже понятно. И причем, смотрите, все эти виды дохода, они суммируются. Это вот как раз-таки тот самый баланс, когда каждой группе людей, не хочешь продавать – не продавай, пользуйся продуктом – получай денежку. Хочешь продавать – продавай, будешь получать и кэшбэк, и бонус продаж. Хочешь делиться информацией и продавать – пожалуйста, будешь получать три вида дохода. Понимаете, здесь все суммируется. И когда вы понимаете, насколько это мощная система, то бизнес, он растет просто в геометрической прогрессии. А надо-то просто всего лишь показать человеку продукт. И вот как Галина сказала, я посмотрела ароматы, они просто бомба. И так говорят 90% людей. Да, конечно, у всех у нас есть потребительские привычки, и не всем сразу может подойти армей, и это нормально. Но мы и не имеем цели, да, прям всех-всех-всех. Не понравился аромат? Ну, пожалуйста, бери кофе. Не пьешь кофе, пьешь чай? Пожалуйста, тебе аромат. Чем чистишь зубы, чем моешь голову и так далее. И самый интересный доход, именно тот доход, ради которого люди оставляют работу в найме, да. Люди, которые действительно понимают, что это бизнес, это, конечно, пассивный доход. И здесь я уже и свой пример вам привела сегодня, когда ваш доход от буквально там полутора тысяч рублей может возрасти от ста тысяч и выше, и это может получиться буквально там от двух-шести месяцев до года. Вот я когда-то для себя просчитывала, если иметь, допустим, работу, да, или, не знаю, ну, нет времени вот на сто процентов прийти и сразу вот в бизнес, да, войти как бы в омут с головой. Вот если, допустим, сегодня у нас что, ноябрь, вот в декабре вы оформляетесь, к примеру, и в декабре закрываете 6%, в январе вы эти 6% повторяете, в феврале вы закрываете 9%, в марте их повторяете, в апреле 12%, в мае их повторяете. То есть вот таким медленным-медленным-медленным шагом двигаться, то все равно через год вы хотите или нет, вы дойдете до вот этой вот ступеньки 25%. А что такое 25%? Это товарооборот в 10 тысяч баллов, ну, может быть, вам это ни о чем не говорит, но здесь доход от 100 тысяч рублей. То есть когда мы научились создавать вот такой товарный групповой оборот, когда люди пользуются по чуть-чуть продукцией, у вас создается общий большой товарный групповой оборот, и хотите вы или нет, но вы начинаете зарабатывать эти деньги. А теперь вопрос к вам. Скажите, год это много или мало? Потому что для кого-то год это, ой, капец, как много, я не готова столько ждать, мне вот нужно сегодня и сейчас зарабатывать 100 тысяч. Тогда могу сказать, что, ну, возможно, это не для вас предложение, либо вам здесь надо очень-очень сильно много продавать, что тоже не все любят. Для кого-то год это немного. Вот для меня год это, в принципе, немного, потому что если посмотреть, что как быстро растут дети, да, там, которым 8-10 лет, я думаю, что год это прям, ну, совсем мало. И вы только подумайте, что, в принципе, год он будет у вас у всех, он пройдет у меня, он пройдет у Галины, у Нади, там, у Сергея, да, вот кто сегодня в чате активно отвечает. Вопрос, а что изменится? Если вы попробуете и начнете делать простые легкие шаги, которые может делать даже ребенок, поверьте, это очень просто, то у вас обязательно что-то изменится. А если ничего не делать, то, естественно, ничего не изменится. И пройдет пару лет, и в каждом доме будет армей, и те, кто сегодня не примет это предложение, скажут, ну, блин, уже поздно. И вот тогда-то самый обидный момент начинается, когда возможность-то была, а момент, использовали ли вы ее? Да, смотря, как будешь работать, если это интересно, то год просто пролетит. Да, согласна, что время летит очень быстро, если ставить себе... У нас есть примеры, ну, что говорить, я на второй месяц выполнила автопрограмму, сама себе не ожидая, через 4 месяца я уже взяла новый автомобиль. Понимаете? Ну, это нереально круто, это уникальная возможность, которую вот просто нужно обязательно рассмотреть. Ну, и помимо вот первого уровня маркетинга, который вы увидели на слайде, есть еще второй уровень маркетинга и третий, но мы не сильно вперед не будем забегать. Ну, что это значит? Это значит, когда вы получаете прибыль уже не только от своей группы, да, от группы людей, которые пользуются продуктом, оформленным в вашей структуре, а когда вы получаете уже определенный процент от товарного оборота компании. А если я вам скажу, что товарный оборот компании с каждым месяцем просто растет, представляете, этот процент тоже растет. И у нас сейчас есть реальные примеры, когда проходит месяц, а люди просто плюсом получают 100, 200, 300 тысяч вот этого бонуса пассивного, просто потому, что они в компании, просто потому, что они вошли в эту систему и они растут вместе с компанией. Это прямо пропорционально. Если растет компания, растете и вы вместе с ней. Хотите вы или нет, это как закон всемирного тяготения. Вы верите, вы не верите, но если вы спрыгнете с десятого этажа, земля вас притянет, и вы, к сожалению, но разобьетесь. Никому, конечно, такого не желаю, но это факты, которые говорят за себя. Смотрите, друзья, я вижу, что некоторые пишут там, у меня не получается, мне тяжело рекрутировать, я не смогу ответить вам на сегодняшние вопросы, потому что цель нашей встречи поговорить о возможности, а не разобрать проблемы, которые встречаются, и это нормально. Но я вам сегодня дам путь к тому, чтобы у вас начало получаться. Я чуть-чуть позже, вы увидите ответ на ваш вопрос на слайде. Я прям акцентирую внимание на нем, уже прям совсем скоро. Еще плюсом о тех бонусах, которые мы имеем, это вот, как я уже сказала, автопрограмма, причем это еще плюсом дополнительный доход, когда вы к заработанным деньгам, плюсом получаете автобонус, и компания выплачивает вам на протяжении трех лет. Могу сказать, что также пример, чтобы вы понимали, что это реально, в нашей семье уже два автобонуса полностью выплаченных. То есть мы брали машину из салона, в течение трех лет компания нам платила от 7 до 15 тысяч рублей, в зависимости от того, какой товарный оборот проходит по вашей структуре. При этом вы ездите на новом, комфортабельном автомобиле, на автомобиле брендированном, и бренд, естественно, он тоже работает как реклама. Круто? Да, конечно, круто. У нас есть 2 автопрограммы на первом уровне маркетинга, и на втором уровне маркетинга это уже премиальные автомобили, такие как BMW, Lexus. И на первом уровне маркетинга это Toyota, Kia. Тоже, кстати, отличная машина. Следующий один из бонусов тоже это путешествия, это возможность увидеть мир, это возможность общаться с разными людьми, единомышленниками. И здесь тоже момент, смотрите, за 5 лет, получается, мы посетили уже с компанией 4 страны, и это всегда круто, потому что когда мы попадаем в лидерский вояж, действительно открываются глаза на то, что мир может быть совершенно другим. Тебя окружают абсолютно позитивные люди. Мы не только отдыхаем, мы обмениваемся опытом. И это круто, когда ты имеешь возможность, допустим, путешествовать несколько раз в год, потому что, как правило, один отпуск – это отпуск с детьми, с семьями, а другой отпуск – это уже от компании, где ты получаешь и новый опыт, и знание, и очень-очень-очень активный отдых. Компания здесь все организовывает просто по наивысшей точке. То есть если это даже тур, где, допустим, бывает, включен завтрак, обед и ужин, то мы посещаем разные рестораны. То есть три раза в день разные рестораны, разные активные экскурсии с потрясающими всегда гидами. То есть это та атмосфера, в которую хочется попасть, из которой не хочется уже уходить. Здорово же, да? Смотрите, если машину получаешь, то надо обороты определенные выполнять. Если сможешь выполнить, тогда как? А, если не сможешь выполнить, тогда как? Сам выплачиваешь или забирают машину? Смотрите, здесь вы должны понимать, что нет таких компаний, которые дарят машины. Ну, дарят машины, могу сказать, в лохотронах. Здесь мы получаем плюсом бонус за выполненный определенный товарооборот. Кстати, товарооборот очень реальный. Если по команде у вас проходит порядком 400 тысяч рублей, товарный оборот групповой, то вы уже становитесь участником автопрограммы. Айгирим, скажу так, если вы делаете все по системе, которая есть в компании, то есть у вас не будет такого момента, что вы месяц выполнили, а месяц не выполнили. Конечно, если вы просто тупо закупились на 400 тысяч разово, чтобы выполнить, к примеру, автопрограмму, то, конечно, вам на следующий месяц будет трудно ее повторить, потому что вы все еще не продали, а на следующий месяц нужно опять этот же оборот держать. А если вы делаете грамотно, создаете товарный оборот реальный, созданный людьми, например, в вашей структуре 100 человек, которые берут на 40 баллов, в следующий месяц их будет уже не 100, а 120, 130, потому что люди делятся информацией, в вашу сеть приходят новые клиенты, новые партнеры, правильно же? То есть такой ситуации просто не должно возникать. Бывают, конечно, месяцы, так скажем, просядок, когда товар оборот, допустим, чуть ниже. Это нормально, это бывает во всех компаниях, но если вдруг случается такое, что вы вообще в принципе были 17, и вдруг 0, ну, такого не может быть, но тогда вам просто не платят автобонус. Вот и все. И если, допустим, машину вы приобрели в кредит, то, конечно, вы сами идете, оплачиваете этот кредит. Машина оформляется на вас, ее никто не зарабатывает, но есть момент, когда вы действительно получаете деньги и имеете возможность оплатить ими, кредит, ну, либо платить из своего кармана. Но, опять же, повторюсь, не было такого, что мы не смогли подтвердить автопрограмму. Если есть здесь у нас партнеры, которые уже тоже являются участником автопрограммы, напишите свои истории, было ли такое, что вы не смогли выполнить условия. Не должно быть такого, если вы делаете все правильно. А как же пиар-коды? Не пойму, про какие пиар-коды вы спрашиваете. Вот, надеюсь, что Эгерима ответила на ваш вопрос. И подобрались мы к моменту, как же, в принципе, начать этот уникальный бизнес, который подходит абсолютно всем. Хочу им стать супер. Смотрите, все очень просто. Вы можете единоразово либо сделать заказ на 40 баллов и взять себе в дом продукцию первой необходимости, попробовать духи, попробовать кофе, взять в дом продукцию для дома и уже, в принципе, стартовать в этом бизнесе. Согласитесь, что это уникально, потому что мы с вами примерно понимали про счет любого бизнеса, где вход, ну, даже не сотни тысяч рублей, а, наверное, миллионы. Правильно же? Правильно. Либо вы можете приобрести вот такой вот очень стильный, очень современный кожаный клач. Он называется у нас стартовый набор. Его стоимость составляет 2600 рублей. К нему вы получите в подарок потрясающий кофе гоу, коробочку микс, где как раз-таки можно попробовать разные вкусы. И, соответственно, у вас будет тот самый парфюмированный бар на дому. Вам не надо открывать точку, вам не нужно открывать островок и закупаться там тысячами флакончиками, да. У вас есть вот этот вот презентационный набор, который вы можете взять абсолютно везде, показать человеку, продегустировать продукт, предложить ему пользоваться продуктом и спросить, а тебе интересен дополнительный доход? Ты открыта к новым возможностям? Или открыт? Если да, то мы рассказываем. Если нет, человек пользуется продуктом и уже имеет кучу-кучу привилегий, о которых мы с вами уже ранее проговорили. Правда же? Вот. Кроме того, вы имеете скидку до 40% на все линейки продукции. Вы имеете шикарную посадочную страницу. Кстати, для тех, кто сомневается, вот насколько компания современно и подстроена, да, под время, вы просто зайдите в мобильное приложение и посмотрите, насколько шикарный электронный инструмент в наших руках, да. Вы можете давать сегодня свои ссылки на электронный магазин и выглядеть в лице вот ваших знакомых, да, которым вы даете эту информацию, как предприниматель, который действительно открыл свой интернет-магазин, продумал всю логистику. На самом деле над этим трудились сотрудники компании, которые продумали классный дизайн, которые настроили нам эти страницы. Логистика продумала, что наши клиенты могут получать бесплатно продукт. Ну, что еще нужно, да, сегодня? Просто бери и делай. Кроме того, да, партнеры, они имеют возможность участвовать в различных акциях, которые периодически бывают в компании. Вы можете отслеживать, сколько у вас человек, какой товарооборот прошел, что им не хватает для определенных выполненных условий. То есть здесь вам не нужен бухгалтер, у вас это все в вашем личном кабинете за эти 2600 рублей. То есть вы не просто покупаете какую-то идею, мало того, у вас классный инструмент рабочий, плюс у вас есть еще продукт. Ну, если вы выбираете вариант на 40 баллов, то вы просто с продуктом и вот с этой готовой системы продвижения. Согласитесь, что уникально. И я не знаю ни одной, ну, не могу придумать ни одной причины, чтобы не попробовать. Если есть такая причина, напишите, попробуем ее, этот миф, эту причину развеять. Вот. И помните, я вам говорила, что для тех, у кого что-то не получается, там, сетевой не получается, не получается рекрутировать и так далее, для тех, кто примет решение развиваться вместе с компанией Армель, для тех, кто примет решение зарабатывать с компанией Армель, у нас по четвергам проходит очень классное обучение от компании, называется он цикл запуск, и как раз таки там лидеры делятся своим опытом и отвечают на все вопросы как, а как позвонить, а как предложить, а как провести встречу, да, а на чем мы зарабатываем, то есть вы находите ответы на все вопросы как, и поверьте, если вы пройдете 10 четвергов подряд, вы как раз таки и ответите на все вопросы, и останется только это подкрепить на практике, это не значит, что нужно 10 четвергов подряд все слушать, а только потом действовать, нет, абсолютно нет, уже сегодня вы можете принять решение, начать вместе с компанией, вместе с тем человеком, который вас пригласил сегодня на это мероприятие, зарабатывать деньги и уже в этот четверг, 2 декабря попасть на одно из обучений и уже начать внедрять полученные знания, потому что в нашем деле вы можете не знаю, проходить тысячу одно обучение, участвовать в каких-то марафонах, но если вы лично не начнете говорить, показывать и рассказывать, у вас не будет результата, не нужно его усложнять, этот бизнес настолько прост, вот вам не знаю, будет ли трудно посоветовать какой-то хороший фильм, который вы посетили в кинотеатре, он вам реально понравился, но не сложно же, вы же не усложняете мне надо сначала пройти обучение, узнать, как человеку позвонить, как пригласить в кино, вы же этого не делаете, вы просто звоните, слушай, привет, давно в кино не был, сейчас такой классный фильм в прокате, рекомендую, только при этом вам кинотеатр ничего не заплатит, и то же самое вы можете сделать в партнерстве с компанией Arway, вы можете позвонить своему знакомому, знакомой, сказать, слушай, давно с тобой не виделись, у меня есть к тебе потрясающее предложение, давай встретимся, я тебе кофе хочу угостить, и как раз за чашкой кофе поделюсь информацией, понравится, расскажу подробно, нет, просто кофе попьем, это не сложно, единственное, у меня здесь ошибка в слайде, не в 15 и 21 по Москве обучение, а также, как и сегодня, в 19 по московскому времени, в 19 по Москве проходит обучение, легко запомнить, во вторник в 19 по Москве и в четверг, но в четверг попадают именно те люди, которые приняли решение присоединиться к компании Армель и активировали свою регистрацию и получили статус партнера, поэтому, друзья мои хорошие, я желаю искренне вам, чтобы вы приняли правильное решение, не бойтесь чего-то предпринимать, если вы попробуете, есть шанс, что у вас обязательно получится, если вы не попробуете, ничего в жизни не изменится, обязательно обратитесь к тому человеку, который вас сегодня пригласил, уточните ответы на свои вопросы, если вдруг я на что-то вам не ответила, потому что мы сегодня были ограничены во времени, и, конечно же, я вас приглашаю уже на четверг на школу запуск, где вы начнете понимать, как этот бизнес строится, спасибо всем большое за внимание, и до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok